Продолжение следует... Сейчас расскажу об решении одного технического момента, который возник на реальном действующем предприятии месяц назад и с помощью Майкромайна вопрос, собственно говоря, был решен. Я представляю научно-производственную геологическую фирму Регис, мы базируемся в Благовещенске, мы являемся дочерней группой компании Петропавловск и занимаемся полным циклом геологоразведки. Я возглавляю отдел компьютерного моделирования, мы давно дружим с Майкромайном, мы много используем Майкромайн, часто применяем его при подчете запасов с утверждением в государственных органах. Вот примерный перечень, это не основные наши работы, но самое последнее ТЭО Эльгинского месторождения в феврале этого года мы его защитили в ГКЗ, ТЭО и отчет с подсчетом запасов. Ну вот для информации мы его защитили полностью на блочных моделях, то есть подсчет был компьютерный, с выборочным объемом вручной заверки, то есть запасы были утверждены на блочных моделях. Сейчас у нас дела обстоят таким образом, что не ждали мы не гадали, как год назад началась у нас подземка, причем ситуация заключается в том, что еще года два назад подземка была у нас чуть ли не ругательная, запрещенная, а два года назад ситуация резко поменялась. В 2016 году было принято стратегии, то есть у нас карьеры на некоторых наших объектах доработаны до проектного положения, под ними остались запасы, запасы с хорошими содержаниями, но под подземку в свое время, ТЭО на них защищалось где-то лет 10-15 назад, тогда они не проходили, они были не совсем доизучены, ну экономика была не та. Сейчас было принято решение с места в карьер начать, собственно говоря, подземные работы. И в 2016 году был пройден объем скважин определенный, то есть были пробурены дополнительные выработки, которые позволили уточнить строение рудных столбов под карьерами. Было защищено ТЭО в постоянных кондициях, отчет по отчетам запасов под подземную отработку, я вот в том году не смог впервые поприсутствовать на конференции пользователей Micromine, потому что, собственно говоря, эту работу возглавлял. И сейчас у нас в том числе началась проходка подземных горных выработок, все естественно в экспресс-режиме. И мы столкнулись с такой проблемой, что поскольку мы бурили, вот в свое время бурилось там в 2004-2005 году, сейчас мы добурили скважины, естественно тут карьер, отвалы, карьер наполовину засыпан, обводнен, то есть бурили где-то с отсыпки, бурили где-то с полок, с уступов, кустами, где могли стать, соответственно создали некую неравномерную сеть. Естественно, когда подземку проектировщики прикинули, они наши скважины покрутили, посмотрели, ну и провожили какие-то там определенные выработки. И все бы было ничего, но буквально полтора месяца назад буквально вот прошли до, то есть зарезались в чаши между карьерами, пошли уклоном, вот дошли примерно до спуска и попали в скважину, ну и влетели в скважину. То есть на самом деле ничего в этом как бы страшного, необычного нету, но просто ситуация такая, что скважина оказалась немножко не там, где она планировалась. На нас сразу косо посмотрело начальство, то есть еще раз напоминаю, что карьер у нас как бы там обводнен, ну нежелательный, лишние попадания или попадать лишний раз в скважину нежелательно. Вот, поэтому, что от нас собственно говоря захотели геологи, что от нас захотело начальство и проектировщики, они захотели иметь возможность в любой момент на любой графике вынести так называемые конусы неопределенности скважин. Мы такого естественно никогда не делали, но сделать это надо было вчера, то есть быстро-срочно, ну а когда нам дают задание сделать что-то новое, необычное, да еще и быстро, мы для этих целей используем исключительно Майкромайя. Вот, ничего другого нам в этом плане не поможет. Итак, значит, буквально минуточка теории, то есть все мы знаем, что у нас есть скважина и есть у нас естественные погрешности. Погрешность инклинометра, погрешность может быть привязки скважины, вокруг нее создается некий конус неопределенности. Радиус ошибки определяется так называемым кругом неопределенности, а когда мы выносим на по горизонтный план, соответственно, у нас получается эллипс неопределенности. Соответственно, стала задача быстренько это дело визуализировать. Я сразу говорю, что я почему-то был уверен, что большинство современного софта это может делать, но тут я жестоко ошибся. Как выяснилось, может, но исключительно софт, который связан с нефтянкой. У них это в порядке вещей, то есть попадание скважины куда надо, куда те конусы влияния. Ну, таким софтом мы не располагаем, поэтому пришлось действовать, исходя из того, что есть. Значит, как мы это сделали быстро? Мы проанализировали, какие у нас могут быть погрешности. То есть, естественно, все это весьма схематично, потому что, опять же, повторюсь, это нам было сделать очень быстро. У нас была погрешность топографии. Она была причем связана не столь с измерениями, сколь с тем, что старые выработки, они проходились в другой системе координат. Мы в определенный год перешли в систему координат, и там возникают погрешности при округлении, при пересчете. То есть, таким образом, у нас есть погрешность 20 сантиметров по координатам x и y для скважин. Ну, и есть стандартная погрешность магнитного инклинометра, то есть 2 градуса по азимуту и 0,2 градуса по углу. Это у нас наши частные ошибки, соответственно, мы должны учитывать совокупную ошибку. Как мы непосредственно в Майкромайне это решили? На первом этапе мы начали создавать базы данных с погрешностями. То есть, как мы видим, мы в файл у степ скважин добавили координаты x и y с учетом положительной ошибки. То есть, в нашем случае плюс 20 сантиметров. И для файла инклинометрии мы создали поля азимут плюс 2 градуса и по углу 0,2 градуса. Пока на данном моменте остановились. И начали собирать базы данных. То есть, вот, грубо говоря, одним цветом у нас показаны, там, синим цветом показаны базы данных нормальные классические, как их строит Майкромайн, а красные с учетом погрешности. Следующее, что мы сделали. Мы для каждой полученной базы данных, мы делали файл траектории скважин. Причем, самое главное, чтобы был обязательно одинаковый интервал трассировки. Ну, в нашем случае мы взяли 5 метров. Обязательно, что надо подчеркнуть, что, естественно, первым делом, что я сделал, взял, построил сразу неправильную базу данных со смещенными x и y, со смещенным азимутом, углом, и думаю, сейчас я получу вот этот вот конус неопределенности. Но в результате получилось, что я получил некую вот такую картину, то есть, что-то типа песочных часов. Связано с тем, что там при расчете формул участвуют, соответственно, квадраты и корень квадратный, поэтому надо для каждой погрешности построить свою базу данных, а потом в результате это суммировать. То есть, если у нас есть погрешность по топографии и по инклинометрии, сначала я беру простую базу данных, делаю с нее траекторию скважин, откладываю в сторону, потом делаю измененные x и y и правильную инклинометрию, делаю с нее файл траектории скважин, а потом правильные x и y, но неправильную инклинометрию. Таким образом у меня получается три файла. В дальнейшем, после того, как непосредственно проведена была вся эта операция, создается общий файл для расчета радиуса круга неопределенности. Здесь можно посмотреть, как этот файл выглядит. Он собирается в Майкромайне простым объединением. То есть у нас есть непосредственно скважина, у нас есть глубина, у нас все трассировано через 5 метров, у нас есть координаты ISNORSTRL в оригинальные координаты, IST-T, NORSTRL-T это координаты траектории скважин с учетом введенной поправки на топографию. И IST-T, NORSTRL-T это координаты с учетом погрешности ненателинометрии. В результате, благодаря тому, что в Майкромании есть замечательный функционал расчета выражений, мы применяем выражение, которое я взял из методических рекомендаций для нефтяников и таким образом рассчитаны были непосредственно следующие поля. Было рассчитано поле, вот они выделены сереньким, это ошибка обусловленная невязкой топографией, ошибка обусловленная инклинометрией и соответственно РК в нашем случае это общий радиус ошибки. И было вычислено поле РКД, это исключительно для правильной визуализации Майкромании, то есть мы должны исходный радиус разделить на минус 2. Это у нас будет при построении сечения по каркасу смещение по X и по Y, чтобы грубо говоря не вбивать его ручную. То есть была проведена такая подготовительная операция, а в дальнейшем я воспользовался функцией, которая называется построение каркаса, в нашем случае грубо говоря по стрингу, по осевой линии. Ну вот параметры вы этого всего видите, что получается. То есть мы берем, указываем непосредственно данные из полученного нами файла, что получается. И в результате у нас получается вот такая вот картинка. То есть что мы здесь видим? Мы видим наш карьер и мы видим как раз-таки конусы. То есть это каркасы, которые визуализируют зону неопределенности положения ствола скважины, исключительно вызванные погрешностями приборов измерения. Соответственно, мы когда имеем такую картину, мы можем в любом месте сделать срез на любом горизонте и посмотреть. Ну вот в частности с тем случаем, с той скважиной, куда мы попали, куда не надо было, здесь мы оказались спасены. И как вы видите по картинке, то есть скважина рядом с выработкой, ну вот он красный круг, это как раз-таки эллипс неопределенности, он в выработку заходит. То есть скважина попала туда, ну потому что она попала. Что в итоге получилось? В итоге, поскольку у нас это получились каркасы, мы... Подвисло. Следующий слайд можно, пожалуйста. Вот. Мы сохранили их как один солид, сохранили нашу проектную подземку как один солид. Мы вычли один из другого каркаса, посмотрели зоны сразу, где у нас еще возможно такое. Наши проектировщики быстренько подогнали картину, но вот с тех пор вот уже больше месяца прошло, больше мы в такие неприятности пока не попадаем. Ну я думаю, не попадем, собственно говоря. То есть вот простой пример, когда есть постановка задачи, есть мощный инструмент Micromine, ну с помощью этого легко можно решить какую-то практическую задачу. Выслушаю ваш вопрос. Спасибо. 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 Спасибо.